Эта знаковая встреча прошла в рамках турнира на Кубок губернатора Краснодарского края. На поле две сильнейших команды, на трибунах преданные болельщики. С первых минут футболисты из Раевской взяли очень высокий темп, буквально навязывая игру анапчанам. Борьба проходила в основном у наших ворот. Защитники не успевают помогать воротарю, и соперникам удается забить мяч. Но это будет первый и последний гол гостей. Дальше хозяева поля берут игру в свои руки. Итог первого тайма 2-1 в нашу пользу. В перерыве тренер команды Роман Наганьян дает установку не расслабляться и держать оборону. В итоге анапчане не только не подпускают соперников к воротам, но и забивают еще один гол. Счет 3-1. Казалось бы, уже можно и расслабиться, победа почти в кармане. Но на последних минутах игры настоящий сюрприз преподнес анапский футболист Георгий Стафеонов. Прорвав линию защиты, он забивает еще один мяч. Увидел отскок, перехватил мяч, сместился в край. Вижу, что они один в один, я остался с игроком. Сместился в центр, посмотрел, где стоит вратарь и спокойно покатил в угол. Многочисленные атаки игроков из Раевской успеха не принесли. После финального свистка счет остается неизменным 4-1. Команда Анапы одерживает уверенную победу над весьма серьезным соперником. Мы знали, что соперник укомплектован, сильный. Соперник, можно сказать, без слабых мест. Ребята все поигравшие, даже в премьер-лигах. Поэтому мы сразу взяли оборонительную тактику и ждали свои моменты. И ребята выложились полностью и выполнили установку и сделали результат. Я им за это благодарен. Они большие молодцы. Все, что мы отрабатывали на тренировках, они выполнили. Авторами голов в этой игре стали Карен Хачатриан, Анатолий Бакланов, Георгий Мусайлян и Юрий Стофионов. Уже в это воскресенье футбольный клуб Анапа встретится с командой «Флайт» из «Протички». Руслан Душевский, Анапа. Регион.